МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Те, молодые люди в брюках по щиколотку, большинство из них не пьет, не курит, хорошо владеют арабским, знают Коран, охотно вступают в теологические споры и легко побеждают в них. Таков портрет салафита в Таджикистане. Запрещенное в стране движение салафия приобретает все больше сторонников. Говорить о салафистских организациях и партиях пока не приходится, но растущее влияние салафизма заметно. Тему продолжит Мичгона Халимова. Женщины из села Калай-Наф близ города Рагун обратились к Азади Рахмон, руководителю исполнительного аппарата президента страны, с просьбой обратить внимание на задержания их родственников. Группа женщин передала письмо с призывом о помощи на имя дочери президента. По их словам, Азадар Рахмон сейчас их единственная надежда на справедливое решение судьбы десятков жителей села, задержанных правоохранительными органами и доставленных в Душанбе. Среди них есть также имам, хатиб мечети и единственный доктор в селе. Хосият Алимова, мать одного из задержанных, говорит, что всех их обвинять в присоединении к экстремистскому движению салафия. Вечером после молитвы двоих задержали и увезли. Сын позвонил мне и сказал, чтобы я не волновалась, может быть, он несколько дней не сможет прийти домой, что его задержала милиция. Я спросила, за что, может, подрались с кем-то, побили кого-то, за что вас задержали. Он ответил, что ничего противоправного не совершал. Мне показали человека, который уверил меня, что сына вернут той же ночью. Прошло утро, потом второй день, и вот уже на третий день его нет. Мы стали спрашивать, за что его задержали. А нам ответили, не беспокойтесь, их допросят и отпустят. Мы побоялись, что их будут там избивать, поэтому раньше никуда не обращались. Сторонники движения салафия в основном молодые люди, которые получили образование в крупных исландских учебных заведениях Йемена и Саудовской Аравии, где позиции салафитов очень сильны. Этих студентов во время учебы финансировали различные общественные организации из арабских стран. Они оплачивали им учебу, проживание, выплачивали стипендию. Абдуллах Мухакик, эксперт по вопросам религии, говорит, что эта идеология была внедрена в Таджикистане извне и контролируется оттуда. Основная причина того, что молодежь вовлекается в такие течения, связана с отсутствием должных религиозных знаний, поэтому я считаю, что общество нуждается в качественном религиозном образовании. С другой стороны, ответственные религиозные органы должны без какой-либо боязни открыто назвать именно тех религиозных деятелей, которые пропагандируют экстремистскую идеологию. К примеру, кто руководит салафитами в Таджикистане? Какие религиозные книги завозятся в страну? И почему, когда читаешь некоторые из них, выясняется, что там имеют место экстремистские трактовки? Вот всего этого нет. Верховный суд Таджикистана в 2009 году объявил деятельность течения салафия, запрещенной на территории страны. А в 2014 году оно было объявлено экстремистским. Тем не менее, влияние салафизма продолжает расти среди молодежи. Причину присоединения молодежи в ряды салафитов эксперты связывают с социальными вопросами. У молодежи очень много свободного времени. Достойной работы нет, а заработка тоже. Талантливых молодых людей, способных повести за собой других, нанимают за 300-400 долларов в месяц. Политолог Парвис Молоджонов уверен, что у салафитов очень сильная и активная идеологическая пропаганда. Что надо сделать, чтобы противодействовать салафизму? Прежде всего, необходимо провести всесторонние реформы, нацеленные на предотвращение коррупции и местничества, обеспечение рабочими местами вернувшихся граждан. С молодежью надо обращаться очень осторожно. Государство ведет просветительскую работу, но больше всего обращает внимание на внешние факторы – одежду и ношение бороды. Но это лишь оболочка. Молодые ребята, которых задерживают правоохранительные органы из-за нетрадиционной одежды или ношения бороды, впоследствии, наоборот, будут проявлять к этому больше интереса. Последователи салафия активно проповедуют свою идеологию в тюрьмах и успешно вовлекают в свои ряды других заключенных. Также салафиты активно работают среди таджикских трудовых мигрантов. Они умело используют ресурсы интернета. По словам Юсуфа Рахмани, генерального прокурора Таджикистана, в сотрудничестве со службой связи республики были обнаружены и заблокированы 90 интернет-сайтов, 8,5 тысяч профилей и 600 видеороликов, имеющих экстремистско-террористический характер. Выяснилось, что более тысячи граждан страны участвовали в военных действиях в других странах или имеют отношение к привлечению молодых людей в такого рода противостояние. Из этого числа 400 жителей Хатлонской области, 272 человека из Сагдийской области, 254 из районов республиканского подчинения, из города Душамбе – 139, из Горно-Бадахшанской автономной области – 26 жителей. В их отношении были возбуждены уголовные дела, 166 дел уже направлено в суд, и 180 человек объявлены в международный розыск. За последний год отношение властей к последователям течения Салафия изменилось. Еще вчера это было чуть ли не самое опасное из всех движений. Сегодня искренне раскаившихся сторонников и добровольно явившихся в правоохранительные органы освобождают от уголовной ответственности. По мнению аналитика Нуралида Влата, скорее всего, власти пытаются сделать реверс в сторону Саудовской Аравии и Катара, рассчитывая на их безвозмездную финансовую помощь. Когда Салафиты были очень активны в Таджикистане, это примерно 2004-2005 годы, у министра внутренних дел Хумдина Шарипова спросили, могут ли Салафиты быть опасными для страны. Он ответил – нет. Позже на уровне правительства решили, что Салафиты опасны для безопасности государства, и решением суда деятельность этого течения была внесена в список запрещенных в стране. Однако сейчас мы видим, что и мир Катара, являясь Салафитом, строит в Таджикистане самую большую мечеть за свой счет. Во многих мусульманских государствах Салафизм не признают, так как эта идеология уклоняется от правил традиционной молитвы в обществе. Таджикские улемы уверены в том, что деятельность членов запрещенного в стране движения Салафия не соответствует религиозным канонам, а также направлена на попирание ценностей священного Корана. По их мнению, Салафиты, прикрываясь исламом, совершают деяния, противоречащие общепринятым нормам и ценностям. Репортаж подготовила Межгона Хакимова. Душанбе. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-10-11. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была Шахадация Ибназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете www.iwpr.net или www.kabar.azia. А также на Фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку IWPR Таджикистан. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова с вами поговорим о том, что важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова